Всем огромнейший привет, с вами снова Айс. И в рамках нашей рубрики «Случайная визуальная новелла» мы продолжаем прохождение случайных визуальных новелл. И на этот раз нам досталось или попалось, или мы взяли свои пальчики, новеллу, которая называется «День рождения Тима». Какая нафиг цензура, вы о чем? Никакой цензуры не будет. Нет, не хочу. Что за сумасшедшая ночь? Анна с друзьями сжигали в клубе. Они тусили до потери пульса и были очень пьяными. После этой долгой ночи четверо друзей отправились по домам. И после этого она сказала мне о том, как сильно хочет завести ребенка. Это ж просто безумие. Братан, да она просто была пьяна в хламину. Эй, вообще-то я знаю эту школьницу. Серьезно? Да, отвечаю, я встречал ее в школьных коридорах. Это прискорбно, но выглядит она так, словно вылезла из помойки. Но не говоря не так, ты и привлечиваешь. На минуту в машине повисла тишина. Эй! Ребята, вы что-то видели на дороге? Они это должны были? Я, ну, думаю мы уже проехали. Рэй, тебе просто показалось. Я не могу. Рэйчел, все в порядке? Я не могу сделать это. Я не могу и подумать. Рэйчел. Рэйчел выглядит очень измотанной. Она кричит. Она двигается так, словно была одержима каким-то демоном. Анна с опасением пытается помочь ей. Она теряет управление. Машина разбилась. И вдруг Анна просыпается из своего кошмара. Но стало слишком рано. И резко и почувствовала, как нахлынуло похмелье. Это был всего лишь сон? Спасибо Боже, говорит она сама себе. Она еле-еле встает с кровати. Она направляется в ванную и умывает лицо. Анна пристально смотрит на свое отражение в зеркале. Анна выглядит очень уставшей. Как Анна неуклюже шла на кухню, дверь комнаты ее брата Тимати со скрипом отворилась. Анна смотрит, как он скачет кругами и празднует потрясающий день. Кошачья вечеринка в честь дня рождения. Анна улыбается и идет дальше на кухню, где ее мама заваривает кофе. Она просит налить чашку и ей садится за небольшой стол на кухне. Что произошло прошлой ночью? Ты выглядишь помятой. А просто мы с друзьями. Она приницательно смотрит на Анну. Ты не можешь врать мне. Я точно знаю, чем ты занималась. Ну мам, просто Тиму не говори. Анна проводит пальцем по своему рту, словно застигивает невидимую молнию. После Марш приготовила кофе для Анны и тавернулась в свою комнату. Анна сидит на кровати и медленно пьет густой напиток. Анна оглядывает комнату и замечает какой-то... Какой бардак в ней творится. Анна сидела в своей комнате, в то время как гости, приглашенные на вечеринку, приходили один за другим. Она все еще пытается справиться с похмельем. В середине вечеринки раздается стук в дверь. Она тянется к дверной ручке и открывает дверь Тиму. Почему ты не пришла? А, ну... Там немного шумно, понимаешь? Я хотел, чтобы ты была на моем дне рождения. Братик, прости. Но как только станет тише, я приду. Договорились? Тим? Он уходит. Она не знала, что делать, поэтому решила пойти и посмотреть, как там его дела. Ей понадобилось немного времени, чтобы подготовиться. Она стояла за дверью гостиной и заглянула, чтобы проверить Тима. Тим сидел, окруженный друзьями, и выглядел очень грустным. Они пытались поднять ему настроение, протягивая ему кошек, чтобы тот их погладил. Анна входит в гости. Свет резко погас. Послышались детские крики. Какой мог выключиться? Анна отчаянно ищет способ снова включить свет. Пока она шла по коридору, свет вновь включился. Неожиданно отразительные крики донеслись прямо из гостиной, будто слышно, что кричат не только дети, но и взрослые. Анна забегает в гостиную и... Анна словно вросла к полу, смотря на пол в центре комнаты. Анна смотрит вниз на то, что напоминает тело Тима. Он был мертвенно-бледным. Выглядело так, словно его душили, и он не дышал несколько часов подряд. Анна громко закричала. Она стояла, и ее все трясло. Ей с трудом давалось устоять на ногах. Она пыталась хватиться за стену в надежде удержаться, но она резко упала и ее вырвала. Отчаяние переполнило ее. Она никого не слышала и никого не видела. Она отключается, упав в свою же рвоту. Она неожиданно просыпается в своей кровати, поднимает голову и чувствует неотступившее похмелье. Два кошмара подряд. И это чувство дежавю. Она понимает, что комната совершенно не изменилась. Но она немного скептически к этому относится, поэтому решает продолжить свой день. И она держит свой кофе. Сидит в комнате, и Тим стучится в дверь. Их разговор точно такой же, как был во сне. Но сейчас она не чувствует то же самое. Она идет за ним в гостиную. Тим расстроен, поэтому пытается подбодрить его. Немного погодя, свет гаснет. Дети снова кричат, как и во сне. Анна нервничает. Она пытается протянуть руку к Тиму. Она зовет его, но не слышит ответа. Свет снова включился. Словно задушенный, уже мертвый Тим выглядит так же, как и во сне. Она сидит в шоке от ужаса и за ее горло вырывается. Крик. Она склипывает и сползает на пол. Ошламленная всем этим, она потеряла сознание. Она неожиданно просыпается в своей кровати. Поднимает голову и чувствует неотступившее похмелье. Она понимает, что что-то не так. Она бросает взгляд на часы, но они оказываются сломанными. Стрелки показывают 14 в 17. И не двигаются с места. Ей придется испытать на себе этот безобразный день еще раз. Она встала с кровати раньше. Она пошла на кухню и спросила маму, сколько времени. 20 минут 12, дорогая. В течение дня она внимательно наблюдала за временем в своей комнате. Так как ее будильник был сломан, она взяла часы у матери. Ее брат постучал в комнату в 14.10. Она заметила, что время на ее часах шло вперед. Она обнимает своего младшего брата и поднимает его на руки, чтобы принести в гостиную. Пока она играет с братом, она поглядывает на часы, висящие на телевизорах. Сейчас 14.17. Ровно в 14.18 выключился свет. Свет включается. Она кричит, увидев тело Тима. Перед тем, как упасть в обык, она замечает, что на часах уже 14.19. Она неожиданно просыпается в своей кровати, поднимает голову и чувствует неотступившее похмелье. Я застряла во временной петле. Что происходит? Она решает, что отсчитывать от времени, когда она просыпается, то есть с 11.20 и до инцидентов в 14.17. И нужно успеть разобраться, что происходит. Что должно быть сделано в это время. Но я точно хочу попить кофе. Она сидела в своей комнате, пока все гости не прибыли. Она знает, что сейчас 12.30. До прибытия гостей надолго и упорно размышляет, что ей делать. Пришло время начать расследование. Став свидетелем смерти своего брата, ты начинаешь думать, что ты можешь сделать. Я осознаю, что ты действительно застряла во временной петле, не имея возможности разорвать ее. Ты предпринимаешь несколько разных попыток, чтобы спасти Тима. Отправляешь его в другую комнату и запираешь там. Возишь его на машине по улице. Или вообще отменяешь день рождения и отправляешься к домой. Ничего не менялось. Это всегда заканчивалось тем, что Тим умирал в гостиной, а ты теряла сознание в 14.19. Может быть, ты заслужила это за то, что у тебя было похмелье в день его рождения? Может быть, ты заслужила это, потому что не была лучшей сестрой, хотя могла. Но еще не время сдаваться. Что делать? Что же делать? Минуту ты что-то вспоминаешь. Один раз Тима нашли мертвым в обеденном зале, и его... Она вздохнула. В чем причина всего этого? В любом случае, она думала, что шанса выбраться нет. Но надо продолжать. Я просто должна играть с Тим, и я могу подарить ему лучший день рождения. Это самое малое, что я могу сделать. Мой любимый братик. Он не заслужил этого всего. Она заплакала. И немного я могу сделать в своей комнате. Боже, от какой-то безумия. Взять косметичку. Положить косметичку. То есть, нам нужно сделать что-то, чтобы младший брат Анны спасся. Это интересно. Это как минимум любопытно. Думаю, что часто буду это видеть. А может быть, тебе нужно просто голенькой в ванной искупаться, и все? И какие-то увидят, и Тима спасут. Кажется, большинство взрослых тусуются здесь. Не думаю, что я, мол, добьюсь от них, чтобы сделать этот день лучшим для Тима. Погладить кошку. Милый пушистый котик. Ты ласково погладила кота. Да, ты нашла второго кота. Милая, как тебе вечеринка? Довольно спокойно. Я действительно хочу попробовать сделать день рождения Тиму лучшим. Это так мило. А почему? Есть причины. Слушай, а ты что подаришь Тиму? Ой, просто самую крутую игрушку, которую он просил. Она наклонилась ближе. Ниндендо свитч? Ого, он же просто закричит от радости, когда узнает. Вот, да точно, это еще и стало целое состояние. Вот, блин, я вспомнил, что у меня нет подарка для Тима. Дорогая, ты знаешь, Тима, лучше скажи ему об этом прямо сейчас. Ох, мам. А у меня такое чувство, что ты не знаешь, что делать. Что? Это все намного проще, чем ты думаешь. Разные вещи будут происходить в зависимости от того, как ты обращаешься к своим братам. Я все еще не совсем понимаю, о чем вы говорите. Ты не понимаешь, но они поймут. Они? Маленький Нейтан растет слишком быстро. Это же классно, нет? Извиняюсь. Здесь много людей. Кажется, основное торжество происходит в гостиной. Кошку будем гладить, потому что, мало ли, как бы кошки тут виноваты во всем. Вряд ли, конечно, но вдруг... Эй, детки, действительно знают, как первеный дом с нога на голову. Вы не говорите. Эта вечеринка просто потрясная. Согласны, мне тоже очень нравится. Когда я принесу торт. Мама сказала, что он будет ближе к трем. Эй, Эрик, мне показалось, что было бы круто, если бы я и остальные ребята выступили для Тима. Это будет офигительно. Ты говоришь с остальными, дай мне знать, что они ответят. Эй, ты? Да. Давай танцевать с нами под любимую песню Тима. Звучит интересно, раз ты просишь. Хорошо. Микки готов. Не хочешь танцевать для Тима вместе со мной и остальными ребятами? Хм, конечно. Отлично, я подам сигнал. Эй, псс, не хочешь танцевать для Тима вместе с нами. Какую песню? Знаешь, ее надо одна из тех, что вы постоянно слушаете. О, тогда, конечно, я обожаю эту песню. Они все согласились? Угу, давай сделаем это. Я даю секретный сигнал ребятам, что пора начинать представление. Все одновременно поднимаются и стоят перед телевизором прямо напротив Тима. Ты и мальчики поете любимую песню Тима и танцуете под нее. Лицо Тима просто светится от счастья. Тим, я должна признаться. Да, в чем? У меня нет подарка для тебя. Ох. А я всегда ищу тебе подарочки. Я знаю, прости меня. Я подарю его позже, хорошо? Надеюсь. Тим явно не выглядит довольным. Ну, не выглядит довольным, а что я тут поделаю? О, кажется, здесь нет ни одной кошки. Ого, еда даже выглядит просто потрясающе. Взять овощи, взять торт. Взять овощи. Кошка есть в виде часов, на самом деле. Спасибо, что ты здесь. Без проблем, братишка, все ради тебя. Торт, мы еще даже свечки не задували. На самом деле, торт принесли гости. Твой же праздничный торт, торт-мороженое. Правда? Это мой любимый. Я скажу маме и прикрою тебя. Спасибо, Анна. Тим взял кусочек торта на вилку и счастливо улыбнулся. Закончить день еще, наверное, рановато. То есть, можно что-то еще сделать для того, чтобы у нас все получилось. Почему в ванной ничего не нужно? Реально показал бы свои эти прелести. И у игроков появилась бы дополнительная, как бы, мотивация, чтобы спасти своего братана. Тут пока что непонятно, что нужно делать вообще. Комнату Тиму я принесла всех четырех кошек. Пора. Анна принесла четырех кошек из каждой комнаты в комнату Тима. Она пришла в гостиную и сообщила Тиму, что она подготовила. Милый подарочек для него. Она привела его друзей в комнате. Открывай. Очень странно, что это может быть? Она открывает дверь. Все кошки начинают бегать вокруг Тима и играть с ним. Тим выглядит очень счастливым. Немного поиграв с кошками, он выпустил их из своей комнаты, а гости вернулись в гостиную. Что ты делаешь? А, ну, я сейчас не совсем уверена. Твоя сестра делает тебе макияж? Вау, Тим, да ладно. Нет, Анна, зачем ты это делаешь, дорогой? Мне жаль. Тим выглядит очень смущенно, мне не стоило это делать. Что это? Овощи тебе же надо расти. Ну, это же не мой день рождения. Ну, пожалуйста, это грубо. Боже, хорошо, как скажешь. Тима, неловко. Ну, короче, я тут немножко запорол в конце, мне кажется. На то, что можно было сделать. То есть, овощи с косметической, наверное, не нужно было класть. В часах 14.17. Ты готова перестать играть с Тимом? Нет, можно еще немножко. Да, я думаю, что сделала все возможное. Что ж, настало время ждать худшего. 14.17. Еще минуту, она тяжело вздыхает. 14.18, свет погас. Спустя пару секунд свет вернулся. На лице снова отобразился шок. Скорее, серое, почти бесцветное лицо Тима. Он лежит здесь, не дыша. Это ужасно. Почему он должен страдать? Я больше не выдержу. Ничего нельзя сделать, только еще раз начать сначала. Потеряешь сознание. Ну, а что реально можно сделать тут? Вот так вот, если. Взять кусок тортов, реально? Я думаю. Хватит погладить всех кошек. Тут все в такое же, то есть повторяется все остальное абсолютно. Потанцуем для него, он будет счастлив. Потом признаемся, что нет подарка. Дадим ему торт. Потом попробуем зайти в комнату Тима. Чтобы он поиграл с кошками. Ну, а потом я больше не знаю, что делать на самом деле, то есть... 14.17. Свет погас. Спустя пару секунд свет вернулся. Анна посмотрела на пол в центре комнаты. Тима там не было. Она повернулась. И лицо перекосило от немыслимого шока. Пусть слезы отчаянно, она понимает, что это что-то другое. Тима не пытали раньше. Это ужасно. Почему он должен страдать? Я больше не выдержу. Ничего нельзя сделать, только начать заново. А может быть наоборот? То есть не делать Тиму какие-то подарки, а наоборот делать ему хуже. И тогда он выживет. Но это мы узнаем уже в следующей серии. Пока что огромнейшее спасибо всем, кто смотрел. С вами был Лайс и всем пока-пока.